Собственникам дело не ограничится, да, потому что мы понимаем, что, наверное, компания, которая не имела никогда еще никакого опыта в недвижимости, сразу и становится там владельцем колоссального портфеля, да, и даже на самом деле не столько портфеля, здесь ведь речь идет не о портфеле, а об огромной кредитной линии, да, то есть это огромная капитализация, которую нужно, в общем-то, фактически поддерживать. Поэтому здесь скорее всего, там, эта компания, это еще там, ну, не сказать, что не конечный собственник, но я уверен, что это не конечный бенефициар этого процесса. Может быть, я вот на самом деле допускаю в какой-то степени, что это один из шагов для выведения, там, допустим, да, вот этого портфеля из-под потенциального там санкционного списка, например, да, потому что все-таки в последнем списке, да, у нас вот там у один пропертис были, да, поэтому, допустим, для того, чтобы там продавать это все международному инвестору, да, необходимо эту ситуацию каким-то образом поменять. Поэтому я думаю, что это один из там первой, ну, наверное, не первой, но один из шагов в там комбинации. То есть это скорее все-таки не государственная история, а такая все-таки рыночная? Что значит не государственная история? Когда мы говорим про санкции, это в любом случае государственная история, да, вот, и вопрос, когда мы говорим про кредитную линию, это в любом случае государственная история. Другое дело, что я не склонен думать, да, вот как многие сейчас говорят, что про магнит, что про вот эту ситуацию, что это о государствлении, что государство хочет там мешаться в бизнес. Нет, я не думаю, что государству нужен бизнес в недвижимости очень сильно, да, потому что государству не нужна вот эта вот огромная капитализация, государству не нужна, да, другое дело, что государство при таких операциях, оно, естественно, выступает гарантом, да, то есть, каким образом можно удостовериться, да, удостовериться в том, что твои активы, да, твои обязательства будут выполнены, да, если над тобой есть некий арбитр, да, с которым вот эти все условия согласованы. Поэтому я думаю, что так или иначе, да, там, со стороны государства были какие-то, там, есть некое участие, но государство не бенефициар. То есть все будет хорошо и в итоге, собственно, у один пропертиз обретет просто нового собственника, возможно, в лице какого-то западного инвестора. Слушайте, хорошо, когда приходится идти вот на такие там, допустим, механизмы, на такие схемы, да, это не называется хорошо, это называется, да, когда мы пытаемся, пытаемся, там, допустим, спасти ситуацию или как-то ее исправить. Это не хорошо, безусловно, хорошо было бы, если бы была там прозрачная схема владения, прозрачная схема собственности, покупки, понятная, да, и так далее. Здесь, я думаю, что шансы, на самом деле, конечно, конечно, вы понимаете, в чем дело, есть шансы, что что-то пойдет, как всегда, да, что-то пойдет не так и по дороге, да, однако во время пути собачка могла не подрасти, но что-то подрастеряться, например, да, куда-то что-то, что-то где-то делось, что-то куда-то не туда попало, не оказалось не там, где ожидалось и так далее, да. Вот это, наверное, самая большая опасность вот в таких, в таких, соответственно, схемах. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое, да, спасибо. Удачи, до свидания. До свидания.